добрый день страна с вами юрий бажан и сегодня я с вами веду разговор с борту своего катера и собственно говоря разговор о нем и пойдет то есть я несколько раз обещал уже про него полностью рассказать и вот время пришло начинаем свой рассказ итак друзья мои вот мой катер вот моя принцесса снимаю к сожалению с кормы чуть не рухнул сейчас пирса и сейчас мы по нему пройдемся 10-метровый корпус корпус 10 метров в длину 2 и 8 ширину на метро шпанговать вот там где акула нарисована вот там даже чуть-чуть побольше поближе наверное вот сюда вот вот где-то наверное примерно вот здесь здесь где моя нога как раз 2 и 8 метров осадка 0 4 метра вот это борта 1 метр класс плавания километрах до 3 километра удаления от берега 8 при высоте волны 1 метр на корпусе настройка или рубка как я можно назвать и она стоит из нескольких частей то есть вот первая такая настройка это крыша спальной каюты ведь она с люком такая красивая вторая настройка видите она с окошечками и это крышек от компании и третья настройка здесь ходовая рубка или полурубка как ее называют здесь в общем-то мы рулим принцессой вот это место это кокпит здесь у нас сидит экипаж давайте пройдем на нос на самом носу принцессы установлен роуз с якорем дэнфорда якорь вот такого типа называть якорем дэнфорда он не очень тяжелый килограмм 12 примерно то есть я его спокойненько один поднимаю и опускаю даже без лебедки но лебедка у меня есть вот она лебедка электрическая лебедка вот видите такая звездочка стрелочка если ставить сюда рычаг повернуть якорь рухнет вниз это место называется фарпик то есть такой отсек в корпусе судна в котором лежит но у меня это ящик для якорной цепи вот он ну и здесь достаточно большое пространство здесь сейчас лежат канистры из-под топлива в походе они у нас полные сейчас они соответственно пусты вот здесь кнопку управления лебедка электричество сейчас отключена но смысл в том что вверх она подымает вниз она опускает что тут еще у нас есть интересного на носу на носу есть две швартовые утки вот они швартовые утки для швартовки судна вот он как раз сейчас принцесса зашвартована видите за кнехт на берегу и за утку как бы на борту к второй утке у меня привязан трап вот он трапчик когда мы подходим к берегу трав спускается и по нему очень удобно удобно заходить отсюда открывается красивый вид на полурубку и вот на крыше полурубки у меня стоит значит топовый огонь вот на нем висит флаг под ним фароискатель слева стоит у меня сирена сигнальчик так себя и справа телевизионная антенна которая вообще нафиг не нужна и тоже стоят ходовые огни вот красный с левого борта и зеленый справа носовая часть огорожена леверным ограждением из нержавеющей стали удобная такая штука кстати вот махнем шлюзе даже упирались в стену шлюзы ничего не сделал в общем-то это хорошо и для того чтобы потом ходить еще вот по палубе спокойно вот такие вот не знаю как их называть ну давайте назовем там тоже роуз вот условно говоря это просто ручка за которую держится вот ручка одна вот ручка 2 на корме под крышу полурубки вот она она переходит стенд то есть тент натянут на крышу полурубки и принцессу можно целиком закрыть тентом со всех сторон чтобы в этот момент не задохнуться задние стенки тента вот видите сейчас здесь как раз встроенный противомоксид москитная сетка эта сетка сейчас закрыта поэтому да не полезем в корме у нас находится горловина заправочной для заправки топливом кормовая швартовая утка и вот здесь еще патентов это место для спиннинга спиннинг лежит сейчас пока наверху не на смысле на крыше а второй спиннинг стоит вот с этой стороны и в общем то ждет ждет когда жерех будет бить здесь то же самое с этой страны то есть кормовое кормовая утка кормовая заправочная горловина то есть одна головина на правый бак другая горловина на левый бак на баки совмещаются то есть можно заправляться через любой бак и здесь же на корме у нас смотрите у нас здесь лесенка для купания и площадочка для купания ну и кормовой ходовой огонь вот вот лесенка опрокидывается вот так по ней спускаешься в воду и купаешься за эту ручку потом держишься подымаешься и прямо перешагиваешь прямо в кокпит и вот мы с вами в кокпит сейчас и идем то есть кокпит это место где очень-то находится экипаж в маленьких лодочках экипаж как пить и должен находиться в спасательных джилетах в таких лодках как у меня не обязательно на палубе кокпита видите лежат сосновые такие слони они в принципе достаточно хорошем состоянии но мне сами они не нравятся и 2 сосновые лавочки то есть вот это все сосна вот это все сосна и вот это все я собираюсь очень переделать самый недорогой вариант это дуб но я думаю или протекли про мирбау наверно все-таки про мирбау потому что натик что-то мне как-то как нами дороговато а вот мирбау здесь пойдет самый раз ведь будет такой все красное потом огонь просто значит столик столик съемный вот он крепится на штангу вот на эту и на две петли вот которые вот там вот стоят под ним то есть его он снимается и убирается в автор пик настолько меня чайник чашка пепельница все как положено пепельница мрф вот я хочу всю посуду мрф если у кого-то есть пишите звоните куплю не обижу итак автор пик или кормовой рундук полезно в него опа что здесь у нас здесь у нас газовый баллон 5 литровый вентилируемый то есть а там от него идет шланг вентиляции то все тут вентилируется все хорошо всякие полезные вещи ты лежат вот швабра например лежит сюда же убирается вот сюда живут вот-вот-вот сюда где вот этот моток веревки лежит сюда же убирается и стойко стал а а сам стол встает вот на эти опоры не закрывается вот этой штуку то есть только ставится закрывать товара из пакет на всякие полезные шланги здесь тоже всякие полезные шланги запасной якорь Holocaust назад запасного якоря, вернее, не запасной, а второй якорь. Вот. И, собственно говоря, вот рулевое отверстие. То есть, вот ограничен ход руля вправо вот этим вот, вот этим вот упором. И больно тут особо не порулишь. Вот. Вот это труба-глушителя. То есть, вот через эту трубу, вот она идет, через эту трубу водичка утекает, вода охлаждения утекает в за борт вместе с выхлопными газами. Вот. Места здесь в Ахтерпике дофигища, и оно как-то используется нерационально. Я собираюсь все это переделать, но я в первую очередь собираюсь поставить вторую лебедку на корму, на которую повешу вот этот вот якорь. Повешу вот этот якорь, и будет мне счастье. Так. Ахтерпик закрываем. Значит, под лавками стоят всякие разные полезные вещи в контейнерах. Все у меня запихано. Вот видите, здесь электрическая сеть для питания лодки. То есть, для зарядки аккумуляторов такая же лодка независимая. Идет под собственным аккумулятором, и когда в марине стоишь, его можно подзарядить вот с помощью этих проводов и с помощью вот этого вот сетевого шкафа. Очень удобно, он близко. Прям сеть забрасывается на борт 220, и спокойненько ты живешь. Мы живем с вами беспокойненько, и посмотрим, что видит рулевой. Рулевой у нас имеет такой приличный очень обзор. То есть, вот, все-все-все-все-все-все-все-все видно. Единственное, мне нравится вот эта отделка. То есть, это сосна, и она такая уже подустала. Вот эта отделка. Прям реально подустала. Вот ее надо тоже менять. Ну, то есть, все вместе будет меняться. Вся отделка корпита будет проводиться вместе. Поехали. Пульт рулевого. Ну, достаточно скромный пока. Да, то есть, смотрите, рулевое колесо и панелька приборов. На панельке приборов тоже тут не больно богато. То есть, вот это тахометр и амперметр, пока заряд батареи и аккумулятора. Здесь же вот очень полезная вещь. Это прикуриватель. В него втыкается такая штука. И через USB-шки заряжаются телефоны, и все на свете. Здесь же установлена рулевая машинка. Вперед-назад. И... Господи-то, боже мой. И нейтралка, в общем-то. Внизу вот здесь вот находится розеточка, через которую катер подключается к береговой сети. И здесь вот лежит у меня в ящике ручка, как раз которой скидывается я, макарь, и шланг, из которого я моюсь, и принцесса тоже макарь. То есть, мы из него моемся, из этого шланга. Вот он здесь мокрый. Надо воду оттуда слить. Ну что, пошли дальше. Дальше у нас с вами моторный отсек. Он закрыт вот такой вот убогой крышкой. Эта крышка вот прям в первую очередь надо будет меняться, потому что она меня раздражает. Давайте открываем. И смотрим. Сердце принцессы. Судовой дизель Vetus. 25 лошадиных сил. Вот это реверс редуктор. То есть, переключается вперед-назад вот здесь. Значит, дизель я покупал с пробегом 500 мок часов всего. Это для этого дизель вообще ни о чем. И мне сказали, что я его вряд ли искатаю за свою жизнь. Ну, это посмотрим. Вот, дизель в очень хорошем состоянии. Мне прям нравится. Он прям сияет и сверкает весь. Масло дизель не ест. Вот за всю дорогу, пока мы шли, то есть, 1200 километров, ничего ни капли масла он как бы не сожрал. И это очень хорошо. Дальше. Смотрите. Как реализована вообще передача крутящего момента на вид. Вот здесь. Реверс индуктору крепится муфта. Вот она, эта муфта. Вот. И к ней, в принципе, такая вот еще полумуфта. И вот к этой полумуфте, вот этими двумя болтами, крепится вот этот вот, собственно говоря, грибной вал. И вот на нем уже висит грибной винт. И если винт, например, цепляется за что-то на дне, вот эти болты, вот эти болты, ну, назовем их шпонками, их обрезают, и, в общем-то, вал... То есть, двигатель крутится, вал нет. И это должно спасти как бы вал. В то же время, когда, если резко переключиться с переднего хода на задний, или, наоборот, с заднего на передний, вот эти болты тоже может запросто срезать. То есть, переключение с переда на зад должно производиться потихонечку. Потихонечку. Давайте дальше смотреть. Ну, здесь, значит, пусковой аккумулятор стоит. Он работает только на запуск двигателя. И он заряжается, в первую очередь, бортовой сетью. Дальше глушитель, и, как бы, выходит выхлоп в реку. Система охлаждения двигателя двухконтурная. То есть, вот первый контур, это от циркуляции ТАСОЛа. То есть, ТАСОЛ вот здесь циркулирует и охлаждает, собственно говоря, сам дизель. А вот уже ТАСОЛ охлаждается забортной водой. Вот он, этот вот контур забортной воды. То есть, входит она в двигатель. Сейчас я что-то не вижу где. В общем, поверьте мне, что она... А, вот она входит в двигатель. Вот здесь вот она входит в двигатель, забортная вода. Вот, все это происходит через вот этот Кингстон. Так, уже вверх ногами я снимаю. Давайте сейчас перевернусь. То есть, вот Кингстон, и вот здесь фильтр стоит соответственно да то есть вода через него проходит в двигатель и вот здесь она из двигателя вылетает система сделано очень интересно то есть если циркуляция то слово принудительно это стоит помпа да вот как раз ее привод здесь то есть этот ремень этот привод помпы привод генератора нам все а вот здесь вот вот отсюда вылетают выхлопные газы захватывают воду есть все туда выбрасывать то есть инжекторная система охлаждения так что тут еще есть здесь еще есть охлаждение вот этого места где идут то есть вал проходит через вот эту муфту этому тоже водичкой охлаждается тоже водичка тоже отсюда также попадает через за которую систему и что здесь неприятно неприятно здесь то что Вот здесь она подкапывает То есть здесь стоит вот Видите, масленочка, его надо постоянно шприцевать Чтобы не капало, но он капает все равно Но капает и капает не так уж сильно Ближе к носу Здесь же установлены два топливных бака То есть вот раз бак топливный Два бака топливный В этих баках у нас по 50 литров топлива в каждом И этого хватит достаточно надолго Сейчас расскажу подробно на сколько То есть катер мой потребляет В экономичном режиме Где-то примерно 1,7 литра Солярки на Один час работы То есть экономичный режим это 1800-2000 оборотов двигателя Скорость в этом режиме Составляет примерно 10 км в час То есть по течению соответственно Быстрее, по течению соответственно медленно Гонять быстрее двигатель Смысла особенного нет, потому что скорость увеличивается Где-то там на километр, на два То есть так идем 10 Так можем разогнаться до 13 Ну и расход увеличивается с 1,7 Где-то до 2,5 литров Это как бы уже существенно Вот, ну что, идем внутрь Через дверь Мы попадаем из кокпита В кают-компанию Две такие сосновые ступенечки Ну они пока еще ничего Но их надо тоже отшлифовать, отшкурить И, в общем-то, покрыть заново, пока не знаю чем Здесь у нас камбузик То есть газовая плиточка с двумя конфорчиками Причем они такие Плита интересная, действительно судовая То есть вот эти штуки Штуки Двигаются И если чайник, например, у вас стоит В период качки То можно его вот этими штуками зафиксировать Не знаю, как они называются Но это, в принципе, не принципиально То есть ставится чайник Поджимается И кипит Даже если у нас жуткая какая-то качка Значит, раковинка Раковинка с ножной помпой То есть вот здесь стоит помпа Ее качаешь ножкой Водичка льется Вода за борт идет в раковину На мой взгляд, очень удобно Потому что Мать, все быстро И, конечно, можно было водяной танк поставить Но я что-то смысла особенного не вижу Здесь же вот над кухней есть иллюминатор Ну и здесь всякие разные кухонные мелочи То есть вот если мы опустимся вниз То есть тут всякие разные посуды Еще что-то вот это надо себе не выкинуть Туда нормально покупать Но пока еще, пока руки не дошли Здесь же стоит Вот там, где у нас ступенечки Здесь же стоит система управления бортовым светом Сейчас мы ее включим То есть вот это, ну, скажем так Отключение массы, да А вот это вот Это какая-то серьезная штука Которая управляет всей бортовой сетью То есть, когда мы ее подключаем К береговой сети Она начинает заряжать аккумулятор И тут вот у нее есть целая куча лампочек Как они, в зависимости от того, как они горят Так аккумулятор как бы и заряжен И здесь же стоит у нас большой 190-амперный аккумулятор Вот он И этот аккумулятор отвечает За все энергоснабжение лодки Пока еще не было случая Чтобы как бы вот, ну, мне не хватило электричества Я ее там регулярно подзаряжаю И, в общем-то, все пока с ним в порядке Совсем забыл сказать вам про Вебасту То есть, вот смотрите Здесь установлен установлен отопитель Он работает от дизельного топлива То есть, подсасывает топливо И здесь стоит электродвигатель Который качает теплый воздух Потом туда В помещение компании и спальню Очень полезная вещь Правда, ни разу еще не включал Не было потребности И вот здесь у меня блок управления Вебастой Он расположен рядом с пультом предохранителей И с системой зарядки Сейчас уже потемнело Видите, не очень хорошо видно И вот он горит зеленый гонечек Сейчас я попробовал Сейчас попробуем Греет она вообще или нет Освещение салона Вот на таких вот лампах Выключатель Включаем Лампа через какое-то время загорается Ну, мне не очень нравится Можно переделать на светодиоды Но, в принципе, то, что работает Как бы, что переделать-то По правому борту У нас гальюнчик Вот он, гальюн Прокачной То есть, вот для того, чтобы посикать Или покакать То есть, сикаешь и какаешь Потом начинаешь качать Вот этот вот ручья Ты его качаешь Видите, вот водичка Текла Из-за борта И, соответственно, за борт все сливается Там должен, по идее, стоять измельчитель Наверняка все измельчается И потом уже сливается Если мы хотим воду слить целиком Мы переключаем Переключатель Вот видите, вода сливается И больше из-за борта не наливается Вот здесь стоит еще одна помпа Которая должна качать вот эту раковину Но она почему-то не работает Мне кажется, там шлак пережат Опять же, руки не доходят Дойдут, обязательно разберусь Здесь тоже свет Такой же плафончик И вот здесь это окошечко Через это окошечко можно получить доступ К обратной стороне пульта управления Так Ну и здесь всякое барахло лежит Там всякие полезные антикомарийные штуки Торетная бумага и все такое Кают-компания Ну, основа это яхтенный стол То есть вот он может расширяться Он мне не нравится Он занимается слишком до хрена места И надо его как-то вот Ну, с ним надо что-то делать Здесь же стоит вот такая банкеточка Которая тоже двигается туда-сюда Она такая полезная В ней там всякие полезные вещи Вот видите Бутылочка коньячка Стоит винцо Хотя я это все не пью Это все для гостей Все гостевое Я что-то после похода Пить перестал совсем Значит, два дивана С левой стороны диван С правой стороны диван Диван достаточно удобный И спать на них, в общем-то, хорошо Здесь у меня на полках Лежат всякие рыболовные дела Здесь штатив Чай И тоже всякие полезные дела Здесь от старого хозяина Достался мне в наследство телевизор Сюда же выведено питание Вот 12 вольт Вот она Вот телевизор можно подключить Он работает Но я собираюсь его демонтировать И все думаю, что сюда сделать Пока точно не знаю Давайте смотреть дальше Значит, под каждым диваном Расположен достаточно вместительный рундук То есть потом открывается Здесь у меня ящик с инструментом Ну и дальше под всем диваном Все это открывается И там, в общем, место полнище Тоже пока мне не очень нравится схема Собираюсь что-то тоже переделать Но что пока точно переделать не знаю И как переделать буду тоже не знаю Поэтому пока ничего говорить не буду Доступ в рундук можно осуществить через верх Или через вот это окошко То есть через это окошко, которое залезаешь Вот здесь спаджилет у меня в этом рундуке И там все прекрасно достается Так, тоже отделка вся сосновая В принципе, отделка еще в хорошем состоянии здесь Вот я здесь не знаю Может быть, я здесь ее трогать пока не буду Потому что здесь, ну, как бы все, в принципе, хорошо Вообще, лоска сделана очень по уму Мне все нравится И вот эта дверочка Тоже сосновая Уже страшненькая Дверь, конечно, надо переделаться Ведет нас в носовую каюту То есть здесь под всей площади тоже рундуки Вот они, видите, открываются И вот это все большая-большая кровать Мне здесь очень нравится спать Я здесь сплю Можем открыть рундук Ну, вот здесь у нас подушки лежат Пылесос Швартов серьезный Ну, и всякие полезные, всякие мелочи То есть вот этот вот рундук очень объемный Места тут дофигища Схема работы вот его Мне не очень нравится То есть, вот видите, я одной рукой А, ну вот, закрылся Не очень Нет, все здесь нравится Люки сегодня забыли закрыть То есть вот здесь люк Была гроза Хрестануло Тут все залило Сейчас пришло, все мокрое Белье все мокрое там в углу лежит Надо сейчас будет его разбирать Тут вот такая полочка еще есть Ну и здесь там всякие разные Всякое разное белье лежит Здесь крючочки Выключатель С этой стороны тоже крючочки Так, пошли дальше Дальше я хочу вам рассказать Что я собираюсь, значит, делать с панелью То есть вот Панель Вот эта приборная Очень скромная То есть тахометр, амперметр Вставляем ключ Сейчас я вам покажу все это Вставляется ключ зажигания Поворачивается Загорается лампа Горит лампа Масло, давление Аккумулятор А вот здесь еще должна быть одна лампа Сейчас я туда залезу Эта лампа перегрева Почему-то не горит Дальше Включаем Включаются свечи накала И дальше, по идее Двигатель заводится Все у нас, все работает Слышите, двигатель тарахтит Вот, выглядит все примерно так На холостых оборотах Немножко все качается Когда Это все закрыто Крышка Звук не такой сильный То есть я остаюсь совершенно спокойно Ну и конечно Вот эта бедная панель приборов Давайте двигатель выключим Мне не нравится То есть очень все скромно Ну уж прям прибор так скромный И я планирую вот это все Вот это все Как бы бахнуть Вот это все будет бахнуто Одним в одном стиле С кокпитом И сюда запихать еще несколько приборов То есть ну такие Знаете, не то что там Нужные в управлении А просто такие модные То есть барометр, например Часы Потом планшет сюда Навигатор Ну планшет с навигацией Соответственно Картплоттер с холотом И так далее И там подобно А эхолот Я смогу, видимо Установить Вот в этот вот Кингстон Вот У меня основной Кингстон А вот рядочком Это было охлаждение Для вот этой муфты Оно было просто простым А сейчас принудительное Сделаю Вот сюда Вот как раз я смогу Запихнуть датчик эхолота И тогда у меня будет красота Но это я сделаю Уже Уже летом Ну вот как-то так вот Как-то вот так Ну и немного про управление И вообще про лодку Давайте вам расскажу еще Ну то есть Как я вам уже говорил Расход очень маленький 1,7 литра в час Это вообще ни о чем Конечно За этот час Ты проходишь Всего 10 километров Но Само Вот Управление этой лодкой Подразумевает Такое знаете Неспешность Что-то такое Никуда ты не торопишься Вот И это мне очень нравится Потому что жизнь у нас какая-то То есть мы все время бежим куда-то Бежим, бежим, бежим Бежим Надо куда-то успеть А здесь в общем-то Торопиться не нужно Все потихонечку Там Плюх-плюх-плюх-плюх-плюх Она спокойненько идет С управлением сейчас я разобрался Более-менее То есть я и спокойненько управляю И если вы обратили внимание Она зашвартована кормой Вообще вот здесь И вот Зайти кормой На такой лодке Вот К этому пирсу Это в общем-то задачка Ищета То есть Обязательно кто-то должен помогать Но здесь мужики помогают Смотри Здесь есть шкипер Он нас встречает всех И так далее Там подобное Вот что я вам не рассказал Сразу все и не упомнишь То есть Вот здесь у нас стоит Пульт управления Всей электрической части То есть Включаются Ходовые огни Стояночные Прожектор Стеклоочиститель Освещение Бибикалка Все работает И красота Здесь же стоит Вот управление Фароискателем То есть И ее теперь можно Крутить там туда-сюда Так она фиксируется И так вот Можно Вот эта штука Управляет антенной То есть Ну вот антенна Это вообще Не мое Переходим обратно Вот Такой вот режим То есть Чем еще Часть этой лотки То есть В основе корпуса Набора Сам набор Корпусной стали Где-то около 6 мм То есть Корпус 6 мм Конечно Настройка Выполнена из стали Потоньше То есть Где-то там Где-то миллиметра Наверное Три Может быть Два даже Да Два с половиной Три Но сам корпус Он такой Прямо конкретный И в основе Его лежит Швеллер То есть Вот так лежит швеллер И от него Уже пошли Обводы И вот этот швеллер Как бы теоретически Он должен защитить Лодку Защитить лодку От любой напасти То есть Бахнешься С этим швеллером Как бы ничего не должно быть Но Я в общем-то Экспериментировать не хочу Поэтому я вожу Очень аккуратно Но особо здесь Не разгонишься И пару раз Мы садились на мель Как бы ничего Такого страшного Не случилось Значит Силуэт корпуса Силуэт корпуса Выполнен вот так То есть Нос и корма Приподняты Средняя часть корпуса Имеет максимальную Осадку Вот эти 40 сантиметров И вот из-за того Что она приподнята Вот винт Который здесь стоит И перо руля Сейчас я фотографию покажу Они получаются Как бы скрыты За корпусом То есть теоретически Когда ты садишься на мель Ты винт повредить не должен Но в общем-то Пробовать как-то не очень хочется Хотя уже пару раз На мель я садился Ну и ничего В общем-то Все сошло Моя единственная Сейчас большая проблема В том что я не могу Переключиться С переднего хода На задний С паузой То есть Прямо у тебя передний ход Включен Ты идешь Идешь Надо задний включить Надо переключиться На нейтралку Подождать немножко И потом уже Вырубать заднюю передачу И желательно Не сразу сильно Не газовать Потому что Можно свернуть Винтом шпонки И вот 4 раза Шпонки сворачивались И 4 раза По этой именно Самой причине То есть Слишком мы резкие Братцы Такие вот судоводители Ну наверное все Какие-то вопросы Возникли Спрашивайте Я вам все Обязательно расскажу До свидания страна С вами был Юрий Бажан Теперь капитан Катера Принцесса